Новая практика для региона. ТОС Березняковский стал юридическим лицом. Теперь у него есть свой расчетный счет и деньги, которые выделены из городского бюджета. Такое решение было озвучено на пленарном заседании городской думы. Подобная практика новая и пока носит экспериментальный характер. В этом году ТОСу выделили 600 тысяч рублей. Когда чистить снег, а где обрезать ветки, жители будут решать самостоятельно. Руководитель ТОСа находит подрядную организацию, осмечивает объем работ. Естественно, этот объем работ осмеченной проверяется нашим муниципальным предприятием и будет являться исполнителем данной услуги. Бурные споры вызвало предложение депутата Николая Плотникова о присвоении отдельным городским объектам статуса сквера. Коллеги идею не поддержали, мотивируя это тем, что каждый зеленый клочок называть сквером нецелесообразно. Он должен содержать и выделять на это деньги. Однако три зеленые территории статус сквера, скорее всего, обретут. Это площадь Пушкина, вот здесь около храма. У нас большая площадка, где деревья, причем они многолетние. Это территория около московских домов, как мы называем. Но там тоже, сейчас объяснили коллеги, что это зеленой зоной можно назвать, а сквером нельзя. То есть, я почему говорю, это технически надо посмотреть, чтобы архитекторы нам подсказали, что можно, что нельзя. И территория была названа на Шереметьевском проспекте, вот около диспансера, кардиодиспансера. Это гарант того, что три вышеобозначенные территории будут фактически неприкосновенны для вырубки и освоения. Зеленую зону на Лежневской около московских домов отстояли сами горожане. Администрация отклонила заявку застройщика. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.